Важно перебирать, мы не уйдем от этого никуда, но важно перебирать свои подходы. То есть должен быть высокий CTR и низкий CPM, и, соответственно, для нас это показатель успеха. Тебя настолько довели эти креативы, что ты решила получить такой опыт. У них есть практика, например, простукивания. Оно активирует лимфу и готовит тебя к более крутому пробуждению. Здарова, народ! С вами Гришаков. У нас сегодня в гостях Катерина Лимер, директор по развитию рекламного агентства Ed Champagne Games. Привет, Катя! Ну, привет! Сразу хочу рассказать, что как состоялось это интервью, это необычная история, потому что мой знакомый скинул ссылку на твой Reels в Инстаграме. Я его посмотрел, он оказался про геймдев, и оказалось, что ты занимаешься маркетингом в геймдеве, и еще плюс едешь в кунг-фу монастырь. Это оказалась нереальная смесь, я подумал, что нам обязательно стоит поговорить. Да, это очень классно. Я уже вернулась, на самом деле, из Китая, из Шаолине, из своей школы кунг-фу. И я подумала, что кунг-фу поездка — это настолько крутой какой-то экспириенс, должен быть, и спойлер, так оно и оказалось, что я подумала, надо найти себе Reelsmaker для того, чтобы как-то этот момент смонтировать, запечатлеть. Я такая думаю, так, но перед лагерем кунг-фу я еду до этого на White Nights, и, может быть, начать стоит пораньше. В общем, как-то так получилось, что моя поездка в Китай меня простимулировала начать что-то делать и снимать про и профессиональную сферу, и про себя саму в полном таком объеме. Вот, и начала я как раз с роликов про White Nights, там, где меня и заметил ты знакомый, и вот произошло наше сегодняшнее знакомство, и вот мы здесь сегодня. Можно сказать, что ты разминалась на White Nights, да, перед кунг-фу. То есть всему причина кунг-фу. Хорошо. Хорошо. Про кунг-фу мы еще поговорим, мне кажется, это очень классная, интересная тема, потому что мы, ну, не то чтобы мы тут много про саморазвитие говорим, но мне кажется, что это очень необычно, и мне было бы интересно, да, для себя лично поспрашивать, да, чтобы было бы интересно. Пожалуйста, пожалуйста, я с удовольствием расскажу. Хорошо. Ну, давай, но все-таки у нас основная беседа будет с упором на геймдев-маркетинг, да, что сейчас работает, какие кейсы и так далее. Вот, давай, наверное, начнем с того, как ты вообще попала в индустрию геймдева, как так получилось, что ты занялась маркетингом игр. Ну, в целом, наверное, мой путь в геймдев был долг и чернист. Я в мобильном маркетинге порядка 10 лет, и, наверное, можно сказать, что это уже такой старожильный срок, и я видела этот взлет ГК, взлет и падение с Айосами и со всем-совсем прочим. И, на самом деле, несколько было точек, когда я могла перейти, съехать с рельс агентства в игровую студию, но как-то это все не происходило. И последняя как раз развилка моя, которая была до Champagne Games, она была как раз перед присоединением в Champagne. Я рассматривала оффер как раз французской паблишинговой студии, и такая думала, о, туда или все-таки продолжить агентское развитие. И я приняла решение, достаточно для меня серьезное и важное, продолжить в агентской стороне. И на сегодняшний день не пожалела о своем решении ни разу, потому что так или иначе все равно к геймдеву меня пути привели. И задаетесь вопросом, как создать офигенную игру, но, к сожалению, на этот вопрос у меня нет простого ответа. Зато мы создали геймдев бота-помощника, и где ежедневно отправляем уроки о том, как к этому приблизиться. Чего ждать? Это игры на Steam, ПК, консоли, HTML5. Кроме этого, мы отправляем интервью с топовыми отечественными разработчиками, создателей игры Космических Рейнджеров, Мор Утопия и других. И видео о том, как сохранить мотивацию, когда делаешь большой проект долгое время. Переходи по ссылке в описании, это абсолютно бесплатно. Полезные уроки от топовых разработчиков. Это Шампейн, такая краткая предыстория, занимается продвижением, изначально материнское направление, занимается продвижением просто мобильных приложений, не игровых. И мне душа-то просила, душа очень просила. Я играла, и была достаточно тесно с этим знакома. Но на самом деле с неигровым баингом наши попытки в игровое продвижение не очень успешно заходили. И однажды произошел тот самый знаменательный день, такой мэч Made in Heaven. Мне сделали интера на BizDev, которая просто собеседовалась в наш общий отдел с бэкграундом рекламного, именно игрового агентства. И мы с ней пообщались очень быстро. Мы поняли, что у нее есть прекрасный нетворкинг, который позволяет сконструировать бизнес-юнит. Сначала тестовое для нас, это было направление, которое включало в себя продакшн, игровой баинг, креативного продюсера, именно игрового, и непосредственно саму сотрудницу. И мы таким вот очень сжатым, емким на самом деле составом, буквально по одному, по два человека в каждой категории, мы начали тестить. И это дало свои плоды. И вот сейчас как раз этот Champagne Gaming такой стал автономным, важным членом нашей группы, компании. И, собственно говоря, мы к этому геймдеву наконец-то и пришла, в общем-то. Но сейчас в нашем портфолио мы работаем с, правда, с крупными студиями, и Зимат, и Аплавин. И, соответственно, уже есть чем гордиться. С последним боку там мы много вещаем, уже рассказываем тоже о своих кейсах. И сарафанное радио работает, и как-то уже работаем над своим. Ну, по крайней мере, на конференциях нас уже узнают и приходят. Поэтому, значит, что-то мы сделали в этом направлении все правильно. Ну, у вас еще очень крутое название. Да, это Champagne. Запоминается и, конечно, звучит очень круто. Смотри, большие крупные студии, это круто, да, но нас смотрят такие новички. От какого уровня в целом можно обращаться в агентство вашего формата? Типа какой, знаешь, какие KPI там, я не знаю, какой оборот или какой бюджет нужен? Ну, на самом деле здесь два, две, наверное, вещи, два момента, на которые я бы обратила внимание для того, чтобы наше сотрудничество сложилось хорошо. Первое, на самом деле, это сам комфорт студии, потому что инди-студии чаще всего просто не обладают достаточно хорошим бюджетом для того, чтобы пойти к агентству и тестировать совместно. Это первый момент, то есть как бы здесь даже не на нашей стороне обстоятельства. И второе, мы не работаем, наверное, с самим продуктом, что часто действительно необходимо и важно для студии. То есть те, кто выводит только что MVP-шку и тестирует на первых порах, мы не позиционируем себя как то агентство, которое предоставляет этот сервис. Мы скорее именно наше изначальное… мы корнями уходим в перформанс-маркетинг. Перформанс-маркетинг работает для тех продуктов, которые уже знают свои бенчи примерные, и мы помогаем их уже масштабировать. Поэтому MVP-шку, у которой нет своих бенчей, нам сложновато с этим работать, потому что мы не можем гарантировать здесь какие-то результаты, а хочется все-таки предоставлять качественный продукт. Поэтому здесь два основных, скажем так, момента, которые, скажем так… Мы часто ознакомимся на конференции или к нам попадают кто-то там по лид-генерации, по заявкам подрастающие продукты. Но, к сожалению, часто мы можем дать какие-то советы, мы можем дать какой-то вектор по-товарищески что-то посоветовать, но чаще всего это заканчивается тем, что, ребят, как только протеститесь, приходите, обязательно поможем, все, что нужно, сделаем. Но все-таки чаще всего это уже паблишеры, которые знают, что делают, то есть когда это уже MVP-шка прошла, ну, какой-то поверхностный хотя бы внутренний тест для того, чтобы ее уже скейлить. Поэтому это наш, является, целевой клиент. Но это не, скажем так, для нас… Ну, все равно, мне кажется, sharing is caring, поэтому мы свою позицию там на рынке, когда мы вещаем, пишем какие-то статьи или рассказываем что-то на конференциях, мы всегда это адаптируем для индиков. Ну, то есть, например, наши действительно какие-то образовательные материалы, которыми мы делимся, они адаптированы, потому что есть действительно экспертиза, которая помогает. И есть базовые вещи, которые не для всех базовые, про которые стоит поговорить. Мы там любим говорить и про какую-то, не знаю, у нас была прикольная тема психотипы, например, которые мы используем при подготовке креативов, о том, как сделать более, скажем так, не такими страшными, не такими дорогими, например, плейблы – это страшный кошмар по стоимости для маленьких людей. Да, 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 да. И вот мы как-то стараемся вот эти какие-то тревоги немножко разъяснить за счет своей экспертизы, и мы понимаем прекрасно, что, может быть, мы для этих студий еще пока что не партнер в силу каких-то обстоятельств, но какие-то инструменты мы любим делиться и делимся для того, чтобы этого можно было уже в своей стратегии применить, попробовать такую какую-то… мне кажется, это важно нести на себе, помимо заработка, важно еще нести какую-то такую социальную образовательную миссию в рынок, это всегда хорошо. Окей. То есть, я вожу на язык для инди-разработчиков, нужно иметь какой-то стабильный бюджет в месяц, да, у вас там уже какие-то компании, и условно вы должны знать, какой бюджет вы можете потратить, да, какая окупаемость у этого бюджета будет, и условно, там, на какой день, да, типа, какого роста, какого дня, там, у вас, чтобы вы могли прийти в агентство и сказать, мне нужно покупать такие-то страны, да, с окупаемостью на такой-то день в таком-то проценте, и это, типа, если эти KPI мы выполняем, то это будет значить, что мы работаем в плюс, да, и там условно зарабатываем все из этого. Да, 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 все верно, все верно, да. Окей, с этим разобрались. Теперь как раз давай поговорим, как в целом начинается… с чего начать свою рекламную кампанию, то есть каких сетей, на ваш взгляд, сейчас лучше всего заходить, ну, это зависит тоже очень сильно, конечно, от стадии продукта, потому что продукты приходят к нам в самых разных своих стадиях, это и сумасшедшие долгожители рынка, там, где уже выжжено все, и это продукт, который только что прошел стадию VP, только выстрелил, его надо замасштабировать, и продукты в каком-то среднем своем лайфсайкле, поэтому это, правда, очень сильно зависит, я, наверное, расскажу немножко просто, как мы базово строим свою логику в медиапланировании, и на старте, безусловно, для определения тоже и уточнения, и бенчей, и вообще, в принципе, на старте, конечно, мы не уйдем никуда от Гугла и Фейсбука, мы работаем с игровыми продуктами не на Россию, а по миру, это, соответственно, Тир-1, чаще всего это ФБ Гугл, самый прекрасный функционал для старта, на самом деле, здесь 5-го колеса еще никто не изобрел, и потом потихонечку мы начинаем добавлять разные источники, и NAP прекрасно все с этим работает, Unity, Chartboost, Mintegra у себя показывает хорошо, Аплавин очень по последней статистике неплохо растет, по объему именно игрового трафика, даже там наши партнеры, типа Аптики, в общем-то, по последним своим репортом подтверждает, что вот именно за счет NAP достаточно сильно вырастают в последнее время, и, соответственно, если, ну вот если мы берем как раз вот средний цикл, то есть это уже ФБ Гугл плюс активное использование NAP, и здесь мы уже добавляем более разноплановые форматы по рекламе, если мы говорим, и, например, те же самые плейблы, ну то есть, например, ФБ при желании, он как бы у него есть функционал для запуска плейблов, но как бы это немножко костыльно, все-таки Unity для этого более, скажем так, хорошая специальная площадка, поэтому как бы здесь уже мы разыгрываемся в плане и большей свободы выбора форматов для креативов и так далее. Тикток, вот честно, не всегда это работает, на самом деле, то есть это неплохо для ГКшек, но в общем и целом они, у них есть хороший, у них много есть хороших вещей, то есть действительно для ГК это есть success case, для более сложных жанров, наверное, нет на сегодняшний день, несмотря на то, что как бы развитие на этой площадке идет, но у них много и своих там плюсов, которых, например, нет там на площадках типа Facebook, Google, типа суперского клиентского сервиса, например, в TikTok, что агентство, что клиент напрямую может прийти и сказать, вот у меня есть игра, пожалуйста, помогите, можете проанализировать ее, и прекрасная команда возьмет тебе все, сделает аналитику, посмотрит по конкурирующим продуктам, они не будут сливать названия, то есть, естественно, они очень трепетно относятся к идее, но они посмотрят механики, дадут тебе в ручке инструменты для того, чтобы твой запуск был как можно более эффективным, вот. И мне кажется, таких, скажем так, инструментов пока что другие площадки не то чтобы предоставляют, поэтому TikTok здесь вот в этом направлении тоже можно отметить. В принципе, все, ну, как бы за мою, правда, долгую жизнь в продвижении геймингового и нон-геймингового через инфлюенсеров я мало видела success case, в принципе, я смотрела какие-то тоже чужие подкасты, ну, чтобы в курсе всего, и, в общем-то, часто именно блогерский какой-то имидж, он классно работает на не игровые приложения, но вот с приложениями игровыми как таковой особо-то супер какой-то крутой истории и не вышло, ну, то есть гораздо прикольнее, по-моему, и cost-effective инвестировать в live-action, в UGC, в каких-то набор актеров, которые прикольные какие-то скетчи сыграют, чем инвестировать в спонсорство под блогера, потому что, ну, даже там какой-нибудь PewDiePie делал свою игру, и, в принципе, где эта игра, вот, никто, мне кажется, они уже давно ничего не помнят и не слышат. Ты говоришь о том, что имеет смысл инвестировать блогеров в том плане, чтобы они записали видосик, который вы порежете в Креативы, и на него закупать просто, да, то есть, типа, за счет лица блогера иметь, ну, условно, лучшую конверсию. Да, 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 это забустит. Если у тебя прикольная механика именно вот этого скетча, то какая-то publicity этого блогера может помочь еще усилить сильнее. Но это не всегда обязательно. Иногда, на самом деле, просто крутой какой-то оригинальный заход именно в твоем UGC, он прекрасно и без поддержки блогера, если он цепляет аудиторию, работает и без этого, и, возможно, в чем смысл тогда этих дополнительных инвестиций. Вот, поэтому здесь мы видим, конечно же, тиктокизацию нашего сознания и потребления, потому что, естественно, мы сейчас наблюдаем и баннерную слепоту, и в какой-то степени, может быть, и даже видео слепоту, потому что нам пользователи становятся все более и более такие требовательные к тому, чтобы реклама их радовала, удивляла и вызывала какие-то эмоции, а просто рекламный ролик уже никому не нравится. Есть какой-то тренд на то, что должно происходить абсолютное безумие какое-то в креативе? Типа, как, вот ты говоришь, удивить юзера? Что для этого делать? Нет, ну, люди однозначно любят удивляться, но вот если мы говорим прям про совсем безумие, ну, во-первых, совсем-совсем безумие, если оно кринжовое, они любят площадки, например, ну, то есть, мне кажется, мы все видели эти сумасшедшие плейблы отвратительные, не будем говорить, чьи, там, со всякими, там, не знаю, вырванными волосами, там, и какой-то гадостью абсолютной, ну, то есть, это не очень нравится площадкам, и я слышала такое мнение, что, скажем так, ну, типа, если у тебя есть возможность меслить, меслить, но, как бы, надо уметь держать этот баланс между тем, что потом, как свои аки из банов вытаскивать, поэтому здесь, как бы, надо вот эту вот пытаться найти золотую середину, потому что, в том числе, ну, как бы, от не следа и от какого-то шок-контента дорожает CPI, но вот непропорционально, например, retention rate, в принципе, не так сильно падает, поэтому здесь, как бы, у многих есть мнение в индустрии, что игра, в принципе, стоит свеч, чтобы в нее идти. Я здесь скажу, что мы, как агентство, в данном случае, наверное, больше зависимы от позиции самого бренда и продукта, то есть, как они к этому относятся, поэтому сказать, что у меня прям свое какое-то мнение, нет, но вот можно сказать рыночное, что, как показывают практиками следы, ну, да, дорожает CPI, но retention не сильно падает, вот, поэтому... Дорожает CPI, наоборот, он падает CPI? Ну, типа, дешевле становится? Дорожает, дорожает, дорожает. Люди не всегда на это идут, но retention при этом не падает очень сильно, и вот поэтому, поэтому вот как-то так, поэтому у меня есть какое-то такое наблюдение по рынку, и все, вот, поэтому мы здесь, наверное, отталкиваемся от позиции продукта. Хорошо. Давай еще немножко вернемся к тому, откуда стартовать закупку. Да, ты говоришь, вы ориентируетесь на ФБ и Facebook, и Google Ads? Наверное, надо говорить, что Facebook заблокирован в России, все-таки у нас на русской аудитории. Да. Вот. Насколько, типа, ФБ для вас это, как сказать, основная сеть, по которой вы снимаете все бенчмарки по игре? Ну, типа, вот, как на ФБ это ориентир, как будет работать на всех остальных? Или эти времена прошли? Потому что, вот, честно говоря, у нас ФБ вообще пока не заводится, да, у нас там Аплавин на первом месте, потом Unity, потом Google, потом только там ФБ где-то в конце. Типа, или, может быть, это только с мелкими проектами такая проблемка, а типа у крупника ФБ это всегда точка. По вашему опыту расскажи. Вот по нашему опыту это все-таки ФБ. Ну, то есть, и мы не только делаем, мы не только ведем сами трафик, чаще всего, на самом деле, мы подготавливаем именно креативы. То есть к нам чаще всего, ну, мы все понимаем, что как бы привлечение агентства – это дополнительный какой-то кост на трафик, и в жанрах типа, опять, гиперказуалок – это не всегда оправданные косты. Поэтому по текущей тенденции рынка чаще всего к нам приходят за креативами, за подходами для того, чтобы мы саппортили ин-хаус. И я могу сказать, учитывая, что большая часть услуг, которые мы оказываем, это все-таки креатив, то большая часть трафика, который льется с наших креативов, даже по как бы опыту наших партнеров, наших клиентов – это все-таки ФБ. Вот, поэтому, судя по всему, от этого никуда не деться. Кто-то старается, протестировав, сделав первый тест, сразу же перейти, собрав эти бенчи, отойти от ФБ, перейти на другие площадки, как раз на инапы. Те, у кого позволяют бюджеты, просто потихонечку добавляют каналы. Ну, то есть здесь стратегии много и разных, но вот по моей практике действительно у нас большая часть трафика идет и у партнеров, и у нас у самих тоже через ФБ и дополнительно тестируется через инап-канал. Я вам обещал, я свое слово сдержал. С 3 по 5 сентября мы проведем геймдев-саммит. Переходите по ссылочке в бота, там вся будет информация по датам, по видео. Не пропустите, это будет офигительно. Давай про креативчики теперь поговорим. Раз это основное, зачем к вам приходят, креативы... Ну вот пришел к вам проект, да, у него уже там какие-то креативы используются. Как правило, наверное, все внутри линхауса, они делают креативы на геймплей. Там какой-то геймплей, какие-то тезисы вылетают, там какая-нибудь озвучка нейросетью, и в конце какая-нибудь картиночка, да, там скачают, все такое. Вот, так что вот с чего вы начинаете, да, вот с чего вы начинаете, и, как правило, в какую сторону идете, когда к вам приходит какой-то проект? Ну, цикл, на самом деле, именно подготовки креативов, он состоит из следующего. То есть когда к нам приходит вообще какой-то рекламодатель, когда у нас происходит первый тач, мы узнаем, в общем-то, какую игру хотят обсуждать, и после этого наш креативный продюсер начинает делать именно ресерч. Мы это делаем еще до того, как мы подписали договор чаще всего. Для нас это позволяет тоже оценить рынок и привлечь, соответственно, и довести сделку до подписания. Мы сравниваем перформанс разных креативов, то есть здесь работа аналитическая происходит через парсеры типа Sensor Tower, Аптика, собираем какие-то идеи, которые конвертят прямо здесь, прямо сейчас, добавляем еще идеи или дорабатываем какие-то текущие, которые нам кажутся, что они будут более крутыми, более действующими. Дальше собираемся просто с либо Head of Growth со стороны продукта, либо они тоже добавляют своих креативных продюсеров, и дальше происходит обмен идей. Дальше мы рассматриваем форматы, в которых мы идем, какие площадки, безусловно, потому что под каждый сорс это совершенно разные форматы, и пересборка креативов иногда это достаточно трудозатратный, трудоемкий процесс. Вот, и дальше мы уже, если мы хлопаем по рукам, чаще всего это паки, ну, то есть из десяти креативов это хороший показатель, если два подхода, вот десять, допустим, разных подходов, которые мы работаем, то есть это увеличение КПД, скажем так, по креативным заходам, из десяти, если отрабатывают два, это хорошо, это нормальная такая статистика в работе с агентствами, и, соответственно, когда к нам приходят и говорят, сделайте один, но это очень сложно соглашаться на это, и мы не соглашаемся чаще всего, потому что если только там рекламодатель не уверен в стопроцентной, скажем так, отдаче от этого креатива, потому что из десяти два ты уже видишь, что два работают, и мы можем дорабатывать и улучшать эти результаты, добавлять новые идеи, но если ты заказал два, ну, какой шанс, в общем-то, что из этого что-то зайдет, и как бы это не говорит плохо о том, что мы свою работу сделали, хорошо, просто я думаю, те, кто занимается рекламой, понимают, что важно перебирать, мы не уйдем от этого никуда, но важно перебирать свои подходы и находить те, которые работают для твоего продукта. Ну, вот как бы десять, два из десяти – это наша такая некая формула того, как из чего можно начинать, поэтому это такой наш минимальный пакет, скажем так, для заказа, а в каком формате здесь уже мы согласуем совместно это видео, 2D, 3D, плейбл, что это, что угодно может быть. Ну, знаешь, что мне еще хотелось понять? Вот приходят к вам чуваки, да, у них есть уже какие-то креативы, они что-то там отливают, вот. Что вы делаете в первую очередь? То есть вы концентрируетесь на том, чтобы кардинально улучшить то, что работает, или же ваша задача – это делать абсолютно капец другие, то есть какое-то, ну, я не знаю, либо безумие, либо идти в какую-то другую сторону, то есть пробовать кардинально десять разных подходов, чтобы какой-то прорыв. То есть улучшение или пытаться найти прорыв, вот в какую сторону идти лучше? Чаще всего к нам приходят за прорывом. Чаще всего приходят за прорывом, потому что у всех в больших студии есть свои креативные отделы, и, скажем так, причина, по которой обращаются к агентству, это все равно какая-то некая зашоренность. Ну, то есть одни и те же самые идеи, ну, все равно замыливается взгляд, когда ты работаешь с одним продуктом, приходит за тем, чтобы ты дал какую-то другую перспективу на продукт. Поэтому даже те же самые какие-то гиганты, когда-то мы общались не так давно с ребятами из Вуду, и даже у них там супер хай-тек платформа автоматического тестирования, но при этом при всем менеджеры все равно говорят о том, что они входят в какой-то стопор, потому что подходы начинают повторяться и дублироваться, потому что вы работаете в закрытом коллективе и не пускаете чего-то нового в это. Поэтому в этом плюс агентства, скажем так, что ты даешь новый какой-то вектор. Да, доработка неплохо, но, мне кажется, все приходят за свежими какими-то идеями. Есть какой-то набор, не знаю, шаблон, который работает в большинстве случаев? Ну, типа, было-стало, я не знаю, там, да, или какой-нибудь, ну, там, у человека не получается. То есть он играет, но у него получается чуть-чуть хуже, чем мог бы юзер, он понимает, блин, я могу там затащить. Есть ли какие-то вот наборы идей, которые вы всегда предлагаете? Есть, безусловно, какие-то подходы, которые мы знаем, что они хорошо работают. Ну, то есть у нас, как у агентства, опять же-таки, плюс в том, что ты имеешь возможность работать с разными студиями, с разными продуктами, с разными их подразделениями. Соответственно, эта экспертиза внутренняя тоже копится, и мы это, ну, как бы экстраполируем на все, что... Потому что в том числе к нам идут за тем, что, допустим, какой-то жанр, допустим, выбрали студию, которую они еще не тестировала, к примеру, и у них поэтому какой-то супер базовый набор. Вот они приходят к нам, а у нас, допустим, там, странный будет пример, но, допустим, вот не было у них матч-3, и они сделали игру матч-3, а у нас есть хорошая экспертиза с этим. Мы, соответственно, естественно, будем давать какую-то, шерить свою экспертизу в своих идеях. Сказать прям так, что формула какая-то отрабатывать на всех нет, потому что креативы все равно изживают себя, подходы изживают себя. Это... Ой, там хоккейка. У меня кошка зашла, соведущая. И поэтому подходы живут не супердолго, поэтому они все время нуждаются в доработке, поэтому здесь сложно сказать о том, что есть какая-то идеальная форма. В противном случае бы все бы ей пользовались, все были бы успешными и богатыми, но, к сожалению, это некая утопия, наверное, о том, что мы можем придумывать какие-то прикольные штуки о том, как оживлять старые подходы, например, но прям всего для всех, и что вечно будет работать, к сожалению, так просто рекламный рынок не работает. Он как-то читал исследование, что после анализа всех креативов типа пришли к выводу, что нет никакой взаимосвязи между успехом и неуспехом креатива. Типа вообще, пойми, почему они работают некоторые, а некоторые не работают. Хорошо, хорошо. Я думаю, что вы что-то подобное чувствуете. Ну, иногда бывает, да, иногда бывает, потому что буквально какая-то микро-разница в подходе, но при этом этот креатив соберет весь трафик и перенаправит на себя весь стрим, как бы точно, вроде, казалось бы, не особо чем-то отличающийся креатив, не соберет. Вот как это следить, почему так произошло? Ну, как бы здесь достаточно сложно. При том, что, допустим, настройки таргетинга будут примерно одинаковыми. Как вы тестируете креатив? На какой сети? Чтобы сделать вывод, типа, ок, не ок? Ну, чаще всего это фаба. Ну, есть ли какие-то нюансы, типа, вы просто закупаете юзеров, я не знаю, там, на какую-то определенную страну, на инстальные компании, то есть, и оттуда делаете выводы? То есть, на что вы смотрите, там, на IPM, на конверсию? Ну, мы смотрим в первую очередь на CTR, конечно же, и на CPM. Ну, то есть, должен быть высокий CTR и низкий CPM, и, соответственно, для нас это показатель успеха. Какой рынок и какая страна, это тоже чаще всего не зависит от нас, потому что это мэчится с какой-то стратегией продукта, где они хотят, чтобы трав был. И вот, поэтому здесь мы не очень можем повлиять, на самом деле. И бывали даже ситуации там, где было бы лучше, наверное, для продукта протеститься на более дешевом гео, типа, какой-нибудь Азии, допустим. Ну, вот, нет. Начальник менеджера хочет, чтобы это был USA, потому что USA, ну, дело хозяйское. Хорошо. Значит, будем узнавать вещи USA. Показатели. Ты сказала CTR и CPM. Что это такое? Ну, это самый первый, наверное, показатель, на котором мы, естественно, можем понять, работает ли креатив. Вот по вот этим вот самым базовым, базовейшим метрикам мы можем уже понять, насколько он влияет. Если нам важно RPPU, ну, это как бы более долгая история. Мы смотрим это в более длительной динамике. Ну, и, соответственно, ну, конечно, мы смотрим retention, retention первого дня и так далее. Нет, нет, тут вопрос, чтобы ребята понимали, неопытные, что такое CTR, что такое CPM. Просто объясни своими словами. CTR, соответственно, это наша конверсия клика по отношению к импрессионам, и CPM — это cost per mile, ну, то есть стоимость за тысячу показов. Вот. Retention rate — это метрика, соответственно, удержания пользователя, то есть сколько людей, которые скачали приложение, у нас остаются в игре и дальше заходят в нее и смотрят. RPPU — это EOTV, это метрики окупаемости продукта, который мы смотрим, там, что-то покупается, допустим, или окупается за счет рекламы. Вот. Поэтому все эти метрики важны, но для того, чтобы понять, успешный креатив или неуспешный, мы, в принципе, смотрим в соотношение как раз CTR, CPM, и, в принципе, в достаточно краткосрочной перспективе становится понятно, что из этого рабочий формат, а что из этого не очень рабочий формат. CTR должен быть выше, ну, логично, чем выше конверсия, тем лучше. Да, да, CPM ниже. CPM ниже, ну, соответственно, типа, дешевле отвлекать юзера. Да, да, да. И таким образом ты понимаешь, что тебе дешевле, а пользователям этот заход нравится больше. Вот. А если говорить про долгосрочные метрики, то есть мы смотрим уже там ретенш первого дня. Если люди возвращаются и смотрят, то, соответственно, значит, им это как-то смэтчилось с продуктом. На самом деле на ретеншн тоже не всегда можно повлиять со стороны рекламы, потому что это тоже зависит очень сильно от игры уже в первую очередь. Но какое-то все-таки воздействие есть. То есть если люди зашли, и у них не случилось никакого разочарования, что они получили именно то, что они хотели по своему клику, то они остаются в продукте. Ну, если так простыми словами, то это примерно так. Аканад, аканад. Супер. Хорошо. Давай по какие-то, по кейсам пройдемся. Над чем интересным работали, что интересного, можете про это рассказать. Ну, не знаю, если ты можешь несколько примеров привести, расскажи, а я бы позадавал вопросики. Ну, у меня есть один индейный кейс, который как раз, ну, к сожалению, индейный, но, в принципе, я просто, наверное, поделюсь какой-то самим, как раз-таки, говоря о плейблах, о развинчивании и помощи людям, которые работают со своим медиасплитом и страхом перед плейблами. У нас был интересный кейс, как бы здесь все и говорили о том, что рекламные креативы, у них есть ограниченный срок жизни, у нас была интересная штука оживления старого подхода. Ну, то есть, если у вас продукт уже в долгой фазе, то есть он уже там не первый год существует, крутится, и, соответственно, вам уже надо что-то придумать. Уже аудитория в источниках тоже сожжена так нормально, подвыгорела. Прикольная история, что как бы повышает КПД твоих плейблов, это брать свои старые заходы, какие-то очень-очень старые, которые круто конвертили когда-то, год тому назад или полтора года назад, и можно смело от своей инхаус-команды или от своего агентства запрашивать плейбл в исходном файле и мэчить его с чем-то, с твоими текущими креативами, со старыми креативами. Вот у нас был прикольный кейс, там, где мы взяли и оживили, сделали такой зомби-креативы с полуторагодичными старыми, которые круто отперформили, но как бы изжили себя, и вот мы сделали новый плейбл, совместили со старыми, и это давало абсолютно новую жизнь, то есть как бы при этом затрат на никаких, ты уже потратил разово на разработку твоего плейбла, а у тебя ты, в принципе, можешь комбинировать, если они хорошо там между собой сочетаются по механике, ты можешь просто до бесконечности провернуть хоть все свои старые компании, и мне кажется, это достаточно прикольно получилось в плане как раз и для нас, как, наверное, для кейса, видя, что насколько плейблы могут быть гибким и многофункциональным инструментом, и для рекомодателя, который, соответственно, может просто без каких-то дополнительных ресурсов просто перебрать все свои старые, таким образом, как бы заполучив материалы для ближайшего тестинга. Это был интересный такой кейс, ну, который просто пришел первый в голову. Давай я расскажу ребятам для понимания, что такое плейбл, да, это условно креатив, в котором ты играешь, да, то есть у тебя есть какой-то геймплейный элемент, да, я не знаю, в мерже ты там мержишь, да, чувачков, они там появляются новые чувачки, там Tower Defense, да, там с мержем ты замерджил, да, у тебя там какой-то более сильный чувак появился, он там отстреливается всех. Вот, и в конце выполнения этих действий у тебя реклама вызывается. Вот, мы просто тоже с этим столкнулись, я понимаю, о чем ты говоришь, то есть мы сейчас тоже делаем плейблы, мы делаем 8-10 плейбл в месяц для наших креативов, и у нас подход такой же, на самом деле мы делаем всего два плейблы, это вот примерно о чем ты говорил, и просто в рамках этого плейбла мы делаем разные немножко итерации, да, а типа если у тебя есть какие-то совсем старые плейблы, то имеет смысл его взять, да, который уже не перформит, и взять текущие твои креативы, посмотреть, что у тебя изменилось за это время, и вот это сюда добавить, да, и типа это очень быстрое решение, и возможно, это с какой-либо. Да. Прикольно. Да. Ну, мы-то как-то так любовно назвали, что это ресайклинг старых креативов, ну, то есть ты даешь новую жизнь им снова и запускаешь в ротацию, и из этого вполне себе может получиться какая-то очень продуктивная история без дополнительных затрат. А вы делаете in-house плейблы сами все? Ну, у нас есть как бы подрядчик, который нам помогает на постоянной основе зафиксированный бюджет на вот эти вот плейблы. Вот, то есть такой, ну, нормальный, нормальный вариант, потому что плейблы – это вообще очень дорогая история, особенно для начинающих. Я когда с наставниками созваниваюсь, у кого уже там побольше результатов, чем у нас, сразу класс, да, они все говорят примерно одно – вам надо делать как можно больше плейблов, вам нужно делать как можно больше креативов, желательно, чтобы у вас отдел креативный был вообще там супергигантский. фишка в том, что у тебя должна быть и закупка достаточно большая, чтобы ты мог себе позволить, содержать. То есть, типа, чем больше ты бюджета в месяц тратишь, ну, логично, да, тем больше перебора тебе надо делать, чтобы, ну, эффективнее тратить бюджет и его расширение. Да, 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 это правда, это правда. Хорошо, давай, может быть, еще какие-то у тебя есть результатики, может, по закупке? Наверное, можно поговорить, в принципе, про Bloodline, но мне кажется, что здесь, говоря про Bloodline, это Gold Games, для тех, кто знает, что за, да, мы как раз помогали увеличивать трафик, таргетились на мужчин от 25 лет, таргет у нас был на весь мир, источники мои любимые, Facebook, Google, если я весь, да, 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 и KPI был, соответственно, на 22% рост day 7. И наш, наверное, ну, как если говорить про success case, то, что я упоминала ранее, это то, что мы любим использовать психотипы тоже в своей проработке, это некий наш тоже подход. Это, ну, я думаю, что те, кто увлекается и занимается геймдевом серьезно, они знают, наверное, игровые психотипы по Ричарду Бартову, что есть там киллеры, исследователи, карьеристы, социальные люди, и вот мы для того, чтобы сформировать какой-то внутренний кейсик исследования, про которое мы как-то рассказывали на PGC в Хельсинки, тоже мы задавались целью протестировать свои подходы к креативам, и вот как раз на этом тайтле у нас удалось сделать порядка 300 видеокреативов. Это я не говорю о том, что это 300 разных подходов, это просто разные вариации, но, тем не менее, мы вычленили две основные, скажем так, здесь группы, это карьеристы и исследователи, и вот для карьеристов мы делали упор в креативах, как развитие геймплея приводит к быстрому прогрессу героя, повышение уровня, а исследователи больше погружали в какой-то комплексный сюжет и открывали какие-то новые локации для них, и это, собственно говоря, выполнило KPI, вот, поэтому мы, в принципе, забустили, с добавлением вот этих подходов мы забустили трафик на 28%, не меняя, в принципе, ничего особо в своих настройках, опять же, такие тот же самый таргетинг, те же самые мужчины, та же самая география, но вот, собственно говоря, по перформансу показалось, что эти подходы работают, и можно даже такую базовую абсолютно вещь тестировать, и понятное дело, что не надо этого в лоб прям вот брать, все, настолько такие пользователи, понятное дело, что это очень условная рекомендация, это очень условное разделение, ну, это интересно, это такой определенный, скажем так, вектор на подход к созданию креативов, он имеет место быть, мы, в принципе, даже это не только в игровой индустрии практикуем, мы это практикуем в том числе в подходе и с нон-гейминговыми продуктами, потому что, в принципе, эти психотипы, они существуют как бы на рынке потребления, то есть работая даже с другими направлениями, просто мобильными приложениями, ты тоже можешь понимать, какая реклама на кого воздействует, то есть есть те же самые люди, такие прям азартные в плане того, что для них нужна какая-то более ачивочная, гемифицированный подход, например, а есть люди, которые более вдумчивые, для них там что-то другое важно, другие приоритеты важны, поэтому здесь интересный такой был момент, вот, и мы достаточно подробно рассказывали об этом на самых разных примерах, и вот как раз один из них был, как раз Goat Games, вот этому Ричарду Бартлу. Бартлу, да. Расскажи, ну, просто, на самом деле, это очень прикольно, как определить, что у тебя за игроки играют, там, карьеристы, исследователи, там, социальщики, как все-таки, ну, типа, вот у меня есть игра, да, кто-то в нее играет, как мне понять, кто они такие? Слушай, ну, на самом деле, там есть очень условные, опять же-таки, но градация тоже по жанрам, можно так сказать, что люди приходят в продукт за очень разными вещами, вот есть те люди, которым, знаешь, нравится, там, вот у них есть ферма в игре, и они там капусту эту собирают, и просто они ни за что в жизни не потратят ни единого цента за то, чтобы, там, забустить эту капусту, вот ему нравится методично, спокойно собирать все. Да, да, да. Но при этом этот пользователь абсолютно спокойно будет смотреть все поп-ап вот эти всплывающие рекламы, там, ради бога, он тебе наделает, например, вот в этом формате, в этом ампуа он тебе сделает кассу, а вот есть люди, например, которым важен соревновательный элемент, то есть именно гонки, например, как жанр в эту историю входят к карьеристам, например, те, кто, вот там, Вася с Петей сидят в одной игре, и Вася вот срочно приспичил, он Петя в прошлом раунде просрал, и у него там можно там меч-кладенец купить за 12 баксов прямо здесь, прямо сейчас, потому что Вася надо уделать прямо сейчас. И вот как бы люди, ты как бы понимаешь, что есть взаимосвязь, что есть люди, склонные к более импульсивным покупкам, есть люди, склонные к менее импульсивным покупкам, есть люди, которые склонны приходить для социализации, то есть для тех, для кого там чат, и это одна из самых главных целей, то есть люди, которые играют в Fortnite, не для того, чтобы там в этом кругу-то несчастном остаться, а для того, чтобы поорать на кого-то. Ну, то есть вот, и поэтому здесь изучение своей аудитории, безусловно, ты как бы разносишь, какая мотивация, что является цель, ну да, что мотивирует твоих пользователей приходить в твой продукт, и подбираешь под них подходящий, соответственно, материал для рекламы, который будет помогать им находить твой продукт и оставаться в игре. Поэтому здесь такая взаимосвязь, что ты изначально и изучаешь свою аудиторию, и подбираешь под них это. Вот, ну, это правда очень интересно, это практически никогда не существует в таком изолированном, стерильном виде, это всегда какие-то смеси разных мотиваций, и, как я и сказала, действительно, есть условное какое-то разделение по жанрам. Ну, то есть там RPG-шки, это social и исследователи, то есть им нравится там проходить какие-то уровни, им нравится, если есть такая возможность, то общение какое-то. Есть те, для которых действительно надо качать ачивки как сумасшедшим, и, в общем-то, на основе этого уже можно складывать свою какую-то стратегию, если хочется протестировать в этом векторе. Ну, это правда интересно, потому что реклама, это, естественно, на стыке психологии всегда используется. Ну, как я это понимаю, можно почитать категоризацию, да, по этому партлу, и просто подумать, какие механики у тебя есть в игре, и, по крайней мере, сделать креативы под каждого из этих чуваков, да, там, под каждого из этих типов, и это будут просто вот те самые разные подходы, да, которые стреляют в разную аудиторию, и посмотреть, какие из этих креативов будут перформить лучше, вот, и так лучше своего ребёнка. Абсолютно. Это же можно, наверное, и в комьюнити-менеджменте потом подвигать. Типа, если у тебя в основном исследователи, да, то ты должен говорить, там, ребята, мы скоро там запустим новый континент, да, там будет много всего, да, исследования, приключений. То есть, чем лучше у тебя какие-то креативы, перформы, тем больше нужно про это говорить. Да, да, да. И там, правда, много очень разных нюансов, то есть, например, там есть у определённых групп, что они, например, более склонны вовлекать других новых пользователей. Это как раз-таки социальщики, и они, например, могут позитивно очень влиять на рост там органики, к примеру, и так далее. Это работать со своими комьюнити, это изучение своей целевой аудитории, это жутко интересно. Это как бы и часть продуктового маркетинга, и именно и перформанс-маркетинга здесь в данном случае. Такое двойное. Как можно во всём этом безумном мире, да, когда ты создаёшь разные вот эти иногда кринжовые креативы, да, оставаться спокойным человеком, да, в гармонии с собой? Подгодчик кунг-фу. Да. Как так получилось? То есть кунг-фу, это стало результатом того, что ты занимаешься этой деятельностью, да, что тебя настолько довели эти креативы, что ты решила получить такой опыт, да, и там удариться в цену. Или как так вышло? Учитывая, что на самом деле перегруз — это достаточно частая история в нашей индустрии, как директор по развитию бизнеса, с упором больше на коммерцию, и игровое направление наше не одно, а одно из поднаправлений. Поэтому действительно информации очень много, потому что, сколько я сегодня говорю про игры, столько же я могу говорить про неигры в том числе, и поэтому перегрузка, она гигантская. Этот объем, даже если ты уходишь от микрооперационки, даже если ты не общаешься с клиентами самую прямую, даже если у тебя есть суперская команда, ты в этом варишься круглосуточно, потому что трафик, он не стоит на месте, рекламные кампании не стоят, у них нет выходных, у них нет праздников, и это мой осознанный выбор — быть в этом потоке, и мне это часто нравится, но это учит одновременно тебя быть мобилизированным в любое время, в любом месте, но одновременно это не очень способствует тому, что ты можешь нормально находить work-life balance, такой расслабляться, и поэтому очень часто я люблю организовывать тебе отпуски, в которых нет возможности вообще никакой выйти в интернет, потому что когда ты выходишь в интернет, когда ты едешь просто в комфортабельный отпуск и говоришь, ну, я еду в отпуск, все равно находятся люди, которые пишут, у тебя отпуск, но... И там какие-то вопросы. И настолько уже какая-то профессиональная деформация, что ты там сидишь в Париже в кафешке, и такой прекрасное место для звонка, отлично, включая Zoom, погнали, интернет есть, не вижу никаких препятствий. Да, и поэтому это важно на самом деле для того, чтобы быть счастливым, спокойным и в балансе, вот, и периодически у меня есть такие практики. Это на самом деле в любом случае как-то переключение у меня все из года в год лучше и лучше становится, как-то я учусь менеджерить себя в плане отключения во время отпуска, но тем не менее, я просто помню, что это не первый мой нестандартный отпуск, я так скажу. Поэтому я помню, когда лет 7 тому назад я Новый год встречала на верхушке Тубкали, это вершина, самая высокая точка Северной Африки, и я спустилась с горы числа 5-го, и я открыла, у меня было 400 сообщений, я на секундочку напоминаю, это была российская компания, и у нас были официально вообще-то праздники новогодние, но 5 января у меня было 400 сообщений, и я такая просто как сумасшедшая начинала их проверять, потому что вот у меня там за неделю впервые появилась связь, а как же там мои источники, а как же там мои проекты. И, но за то время, пока я была в походе, это прекрасно, ты наедине с природой, весь такой в это все погруженный. Здесь я понимала, что очень много, на самом деле, задач, и часто, несмотря на то, что летний сезон для многих компаний достаточно такой спокойный, для нас это очень часто бывает неспокойный сезон. У нас есть вертикали, в которых лет – это горячий достаточно сезон, пиковый по рекламе, поэтому не могу сказать, что у нас прям очень было спокойно и для отдыха. Я понимала, что мне надо немножко перезагрузиться, и я листала просто TikTok и увидела ролик там, где какой-то парень рассказывает то, «А знали ли вы, что можно поехать в Шаолин и заниматься кунг-фу?» И я такая… Вот так вот, TikTok. Да, да, да. Я про себя подумала, что ничего не знаю абсолютно, но очень интересно. И я считаю, что я очень продвинутый пользователь Гугла, я очень быстро нашла, соответственно, контакты храма, написала им, и очень быстро все завертелось, потому что буквально на второй день мне пришел ответ положительный, что да, мы готовы принять вас, и все. Я бегала и кричала, я еду в Шаолинь. И так я думаю, что мне теперь надо про отпуск всем сказать, визу сделать. И буквально через три недели я уже поехала, и это было, правда, очень здорово. Я думала, что Китай, Китай, центральный Китай, Шаолинь и город Дэнькфэнь. И в Китае, напомню, есть Firewall, это внутренний интернет. И я отчасти еще думала, что, возможно, будут какие-то проблемы с выходом во внешний интернет. На самом деле никаких проблем не было, но меня никто сильно не тревожил, и разница в часах как-то, и все остальное позволило, в общем, мне прям полноценно отдаться такому отдыху. И можно на самом деле сказать, что это был отдых. Несмотря на то, что это было семь часов тренировок каждый день, то есть ты как на работу идешь тренироваться, вот для людей, которые занимаются умственным трудом интеллектуальным, семь часов заниматься тренировками и не решать ничьи проблемы, это абсолютный отдых. Это расслабляет мозг моментально, потому что единственная твоя задача – это просто быть и прийти. У них все очень… Это кунг-фу придумали не сегодня и даже не вчера. У них все очень-очень разумно придумано для того, чтобы ты уставал, но не настолько, чтобы устать просто смертельно. И поэтому у тебя каждый день все равно находятся силы, то есть ты не настолько убитый. И тело, на самом деле, после вот этой вот компьютерной работы, оно страшно радуется, потому что ты после джетлага очень в таком, скажем так, неопределенном состоянии, ты очень быстро, на самом деле, привыкаешь к этому по суперфизиологичному способу жизни, потому что ты ложишься с закатом, а просыпаешься с рассветом в пять часов. И я очень советую всем людям, которые занимаются интеллектуальным трудом, мне кажется, попробовать вот что-то подобное. Не обязательно кунг-фу, мне кажется, есть еще и какие-то другие спортивные лагеря. То есть я бы назвала это, правда, спортивным лагерем, просто он очень антуражный, и это такое какое-то очищение своего внутреннего монолога, если у кого-то есть какие-то проблемы с этим, тревожности, проблемы со сном. Вот через телесность, через работу со своим телом прийти к какому-то, правда, более крутому, сбалансированному, отдохнувшему в голове состоянию. Вот, поэтому если вкратце, то это было вот так. Насколько я знаю, все началось с того, что тебя били палками. Насколько это было приятно. В пять часов утра ты встаешь, и в пять сорок пять примерно ты должен уже быть в построении. Не евши, ты просто прибираешься в комнате, одеваешься и идешь строиться. Были какие-то постоянные вещи, которые вы делали в течение всех дней, то есть это бег несколько раз в день, это растяжки, это цигун по утрам, потом завтрак, и потом расписание каждый день менялось. Потом были самые разные тренировки от акробатики, спарринг, боксу, обучение разным стилям кунг-фу, обучение форм, то, что мы знаем все, я думаю, что как стиль богомого там и так далее, они называют это формы, вот, и ты учишь их, и на самом деле, ну, помимо крутой динамики, то, что ты все время в движении, еще приходит какое-то осознание этой красоты, того, что когда ты учишь эту форму, она содержит как бы элементы боевого искусства, но мало выучить просто последовательность действий, важно выучить это красиво, очень плавно, и это требует очень много концентрации, то есть у тебя в голове просто не остается ни времени, ни сил, ни желания думать о чем-то другом, ты вот именно максимально, как есть такое, ну, пошлое уже, наверное, пошленное высказание, ты максимально в моменте, на самом деле, ты прям присутствуешь здесь сейчас, наслаждаешься этим, очень классные там люди, которые все из разных стран, и все друг друга как-то подначивают, так очень подружески, тепло поддерживают, там занимаются абсолютно все разных уровней, то есть от, там был румынский ММА-щик, который помогал мне и учил каким-то элементам, была я, которая кунг-фу, первый раз вообще услышала, что это, и приехала, но это, правда, очень впечатляет, я приехала, и после этого уже месяц продолжаю дальше заниматься, потому что мне прям это очень понравилось, мне кажется, что это очень, йога для меня не настолько динамичная, и она скорее вот в данный момент времени не отвечает всем моим запросам, а вот кунг-фу, она как будто бы и про тело, и про ум, и про то, чтобы свою какую-то энергию тоже выплескивать в что-то такое. Ты знаешь, у нас здесь в парке идешь, в Буэнос-اعресе, и там какой-нибудь мужик стоит, вот ты сейчас так же делаешь, выходишь, это цигун, это более главная история, да-да-да, цигун, он тоже содержит, как бы это часть вот этой всей группы разных дисциплин, цигун, он тоже содержит какие-то элементы, но он более всё-таки созидательный. Там тоже есть формы, которые ты учишь. Но это больше считается как гимнастика и работа со своей внутренней энергией чьи. Вот так я тебе отвечу. Но ты понимаешь, я человек не самый спиритуальный, я бы так сказала, что удивительно после моего рассказа, что я ехала в центр Китая, в монастырь, но я на это смотрю больше с практической точки зрения. И здесь во всём этом, как и во многих каких-то старых традиционных методиках, есть на самом деле суперпрактический смысл. Вот ты занимаешься вечером или утром цыгуном, и у них есть практика, например, простукивания. Вот это простукивание, оно активирует лимфу и готовит тебя к более крутому пробуждению. Имеет смысл? Абсолютно имеет смысл. Такой бодрый и свежий после этой утренней гимнастики ты как бы не вводишь свой организм в какой-то сумасшедший стресс, ты потихонечку просыпаешься и делаешь какие-то красивые вот эти вот вещи, стукаешь себя, и ты выходишь, ты не устал, ты максимально в каком-то созерцательном состоянии медитативном входишь в этот день. Имеет ли это смысл? Да. Это очень приятно как эмоционально, так и телу тоже, потому что он не агрессивно проснулось, и оно готово к этому дню. Это такая лёгкая гимнастическая процедура. Из каких-то ещё тоже прикольных вещей, которые мне очень понравились, у них была как раз пауэр цигун, что выглядело абсолютно как сессия группового избиения. Ты стоёшь в группе, и пять человек по тебе стучит вот так. И выглядит это страшно. На самом деле это не так сильно, потому что, во-первых, ты контролируешь силу, ты можешь сказать, что нет, это слишком сильно для меня. Это во-первых. А во-вторых, на самом деле, это не так больно, если тебе так стучат. Просто это выглядит очень страшновато со стороны. Я не знаю, здесь должна быть... В смонтированном виде здесь должна быть ставка из моего риуса, там, где я ногами бью. Кто же ждёт тебя в школе кунг-фу в Шаолине? Интеграция в обучение происходит буквально за два часа. Ты отдаёшь медицинскую справку, привезённую из дома, подписываешь договор, тебе выдают кимоно и постельное бельё. Тебя отправляют обучаться. Правило первое. Быть всегда вовремя и следовать графику. Быть вовремя по-шаолински — это быть на 10 минут заранее. В день минимум 7 часов тренировок Нас обучали 4 разных учителя, которых мы называли шифу. День начинается в 5 утра, а дальше бег, растяжка, боксинг, санда, кунг-фу, акробатика, спарринг, цигун, тренировка с оружием. После ужина снова не время отдыхать, вы занимаетесь китайским языком или культурой. В свободное время, если есть силы, то ты тренируешься, если нет сил, ты спишь. Правило номер 2. Чистота. Соблюдение порядка контролируется. Существует проверка порядка комнат, ответственность за уборку, двора, дармиториев и выдача еды. Правило номер 3. Для безделья и опоздания здесь просто нет места. Нарушаешь правила, отжимаешься, бегаешь или делаешь стойку мабу. Мабу – это базовая стойка кунг-фу, присед. И поверьте, простоять час в приседе не очень приятно. Давайте про питание. Питание сбалансированное, но не изысканное. Тофу, масса тушеных овощей, курицы на пару, рис, рис, еще раз рис. Берешь тарелку еду, доедаешь все. Здесь я нашла друзей, с которыми мы путешествовали по выходным. Создается атмосфера детского спортивного лагеря. Поездка прошла, мне было очень грустно. Только привыкаешь к подобному темпу и лайфстайлу, а уже пора уезжать. Суть-то в том, что после трех дней интенсивной нагрузки, для тебя это, на самом деле, твоего организма, это воспринималось как просто такой достаточно хардкорный массаж для тела. И ты как раз вот эту вот заложенность, такую забитость мышц просто убиваешь тем, что тебе как бы все группы мышц проработали вот в этом вот таком вот групповом упражнении. И ты такой, блин, это же так круто, на самом деле, так интересно. Потому что мы очень часто жалеем, мне кажется, вот в такой поседневной жизни. Сходил такой два раза в зал, что-то там гирьки потягал, там что-то поделал. И потом такой, ой, все, болит, я, наверное, три дня отдохну, перенапрягать-то себя не надо. А на самом деле наше тело, оно как бы более выносливое, чем мы о нем думаем, и оно более того очень радуется этой нагрузке. И вот из каких-то таких старых, собственно говоря, вещей, как кунг-фу, у них достаточно все это логично продумано для того, чтобы ты чувствовал себя лучше. В общем, это было, на самом деле, для меня открытие некое, что вот эти вот все вещи, они как бы не просто так. На самом деле, как бы многие упражнения из этого, ты понимаешь, почему это работает, ну, как бы с физиологической точки зрения. И тебя так там позволяют тебе так много растягиваться, так много бегать, что, опять же таки, ты никогда не чувствуешь себя суперзабитым. То есть ты там позанимался, допустим, чем-то прям тяжелым, а потом опять вы там растягиваетесь бесконечно, причем там достаточно там в паре, когда тебе там тянут ногу к твоему лбу, это, ну, как бы это, это не женский стретчинг. Это достаточно, там мужчины плакали и капельки пота вот так вот стекали. Это достаточно жестко, но при этом тело чувствует себя очень круто. И как бы я могу сказать, что вот спустя месяц, правда, у меня суперкрутой сон, и я прям чувствую, что мне, например, стало после этого не хватать какой-то двигательной активности. То есть я очень рада и горжусь тем, что, ну, вот я, там нельзя было иметь часы, но я, честно говоря, прятала их под кимоно, потому что мне все интересно было замерять, смотреть, а как я вот с этим справляюсь. За исключением тех моментов там, где ты уже в спарринге, где-то можешь кого-то поранить, я всегда часы носила для того, чтобы смотреть. Ну, вот в среднем за день это было 1700-2000 калорий сожжено. Ну, это, типа, вот самое среднее минимальное, наверное. И, ну, вот, и сейчас, мне кажется, я стараюсь придерживаться хотя бы 1100 вот где-то так. Это при том, что... А если ты хороший был, да? Да-да-да-да-да-да. Да-да-да. Ну, а как кормили? Интересно просто. Мне очень интересно, как кормили. Отрастительно, очень плохо. Там стояли четыре чана разной китайской жижи с каким-то... То есть, как бы, с точки зрения науки, опять же-таки, все супер, как надо. Надо клетчатка, протеинчики, углеводы, жиры. То есть, все было. Но с точки зрения вкусовых, конечно, очень на любителя. Ну, вообще, много кому нравилось. Но вот история с тушеными овощами, честно скажу, что не моя, поэтому мой рацион, в принципе, состоял это вареные яйца, курица на пару и рис. Не возбранялось использовать соус или чили, масло китайское. Поэтому я, в общем-то, все приправляла своим соусом, чили. И вот, в общем-то, две недели жила исключительно рис, яйца и курица на пару. Поэтому у меня такое очень спартанское было. Но там были там всякие тофу какие-то, битые огурцы, еще что-то. В общем, в принципе, натуральная китайская кухня – это такая вещь специфическая. Поэтому учитывая, что там много очень было студентов из Азии, для многих из них это все было очень привычно, и много кто ел там большими порциями. Но был смешной момент самый, который лишил меня простора для экспериментов. В первый день, когда я пришла, я думала, что как бы это как в all-inclusive. Берешь все, можно попробовать. Я, значит, такая – рис отлично, все понятно, овощи не очень, тофу так себе. И я такая – иду, значит, выкидывать. И мне такие – а ты куда? Я говорю – ну, выкидывать. И мне такие – а у нас тут не выкидывают. Люди голодают. Надо все до конца есть. Я такая – а я не хочу. Я такие – а надо. И я такая – ой, и что мне теперь с этим делать? И это немножко поумерило мой пыл в экспериментах с локальной едой. Но мы с другими студентами бегали еще в деревню. Поддумались в какое-то место. Нет, это все достаточно в глуши, поэтому там прям такая действительно деревня, деревня. Но все равно хай-тек, расплачиваешься по Alipay через эту китайскую платежную систему. И мы покупали фрукты. Вот, фрукты можно было покупать. Ну, то есть там были какие-то газировки, роллтоны, соусы. То есть я не могу сказать, что там какой-то изысканный набор был. То есть это прямо деревенский классический такой магазин, как любой в российской деревне там или любой деревне мира, наверное. Как-то спасались этим. Но вот еще там было очень жарко, и поэтому самым приятным, наверное, наслаждением было пить колу. Вот ты потренировался прямо как черт за день. У тебя на градуснике 36 градусов, и ты такой добрался до колы холодной. Они еще воду с газом не продают. И воды холодной тоже нет. То есть оно все теплое стоит. Холодильников тоже нет в комнатах, в дармиториях. Поэтому дойти до этого магазина и купить холодную газированную колу – это был просто какой-то напиток богов в тот момент. В общем, жизнь опускается до каких-то очень точечно локальных, физических каких-то конкретных вещей. И ты начинаешь радоваться очень простым вещам. Типа колы, выпить. Вот в обычный день кто будет так радоваться Коле? Обычно нет, это просто кола. А тут прямо это для тебя какое-то такое награда за упорный день. Расскажи, самое-то главное, сколько это еще стоит? Сколько это доступно? Это было очень дешево. Чем дольше ты там проводишь время, тем дешевле это на самом деле. Я была там две недели. Мне это обошлось в тысячу баксов. Плюс, сейчас скажу сколько, 40 тысяч рублей, не переведу так за секунду в доллары, билеты. То есть на самом деле очень, правда, относительно соотношения цены и выхлопа, которые я получила на выходе, это не очень дорого. Мне кажется, что ты тысячи долларов потратил и на проживание, и на обучение, и на пропитание. То есть ты как бы оплачиваешь, и все. При этом тебе предоставляют тимоно, тебе при этом предоставляют твое личное постельное белье. То есть все как бы так гигиенично даже, я бы сказала. И все это тренишь там. Но это, правда, не очень, мне кажется, какая-то неподъемная. Ну и если ты останавливаешься дольше, а там часть студентов и на месяц, и на два, и на три, а то и на год останавливается, то, соответственно, это все дешевле становится. Вот, поэтому... То есть действительно есть вот те самые чуваки, которые там отвергли все земное и уехали там жить. Это какой-нибудь там условно, как бы Стив Джобс, да, уезжал. Вот он примерно в такую тему какую-то уезжал, в такой монастырь, в котором жил. Мне кажется, что... Ну, я слышала, да, но не знаю, где жил конкретно Стив Джобс, но я думаю, что да. Я бы, наверное, вот людей, которые там на долгий срок остаются, я бы как-то классифицировала... Ну, есть определенные тоже психотипы людей, которые к этому склонны. Есть те, которые, в принципе, это их лайфстайл, ну, то есть это те люди, которые там занимаются серфингом, йогой, хайкингом, путешествием. Это просто, в принципе, их стиль жизни. Чуть-чуть где-то поработать или поработать дистанционно для того, чтобы потом уехать в какой-то сумасшедший ретрит или еще что-то. То есть это вот первая, наверное, такая группа людей, для которых это, в принципе, очень органичное продолжение того, чем они раньше занимались. Там на полгода на Бали пожили, потом уехали в Индию куда-то. Другая группа людей – это, наверное, те, для кого это какой-то переломный жизненный момент, таких тоже людей там немало. То есть кто-то борется со своими демонами, то есть кто-то с зависимостями, кто-то с какими-то проблемами. Кого-то уволили, он не знает, чем заняться. Кто-то закончил универ и еще не понял, чем он будет заниматься в своей жизни. То есть это какой-то именно период на подумать, а кто ты и что ты, и чем ты будешь заниматься в своей жизни. И третья группа – это, наверное, люди, которые просто с какими-то очень нестандартными историями и ситуациями. Да, у них там не супермного времени, то есть они там приезжают плюс-минус месяц максимум. Не могу сказать, что они как-то мэчатся в первую или во вторую группу. Ну, то есть, например, наверное, знакомство, которое мне запомнилось, там был парень, у которого есть фонд, и он вытаскивает детей из горячих точек и помогает в том числе каким-то беженцам начать новую жизнь в другой стране. При этом его какой-то подход в том, что он помогает им открывать бизнесы. То есть он не дает им деньги, он именно помогает в сопартнерстве, какой-то именно там, не знаю, лавка, какой-нибудь там магазинчик или еще что-то. То есть он следует поговорке, что не надо давать рыбу, надо давать удочку. И, ну, это же очень интересно. То есть у него там истории про Афганистан, Кабул, там какие-то сумасшедшие истории, где он был, как он там в вертолете едет, там бомбы летят. И ты такой, вау, вот это жизнь, конечно. И то есть он, сложно сравнить его историю с историей какого-то серфера с Бали, никого не осуждая абсолютно, есть никакого преуменьшения нет, но это типа совершенно разные, естественно, мотивации людей, которые приезжают. И вот он приехал, он сказал, что ему, у него страшная тревожность от того, что у него какое-то некое есть ПТСР, и вот он приехал, чтобы немножко найти какой-то баланс и гармонию сам с собой. Он вот выделил на это месяц, приехал и хотел заниматься этим. И, в принципе, насколько я понимаю, он недавно закончил, и вроде все сложилось у него удачно, и он сказал, что действительно, ему стало действительно спокойнее, и по ночам ему перестали сниться кошмары. В общем, это какие-то очень прикольные люди. Был парень, единственный русскоговорящий из Москвы, который фехтовальщик, но при этом астрофизик, то есть его фулл-тайм работа это астрофизика, он занимается, пытается валидировать теорию всего и вот над этим работать. Ты такой, господи, вот такие вот интересные. Ну вот, и это, конечно, круто, потому что в своем каком-то нетворке все равно ты утыкаешься в какой-то потолок вот этих вот рукопожатий, кого-то там знаешь, а тут ты настолько радикально других людей встречаешь, и это, конечно, очень круто, очень интересно. Это как с креативами, да? Как с креативами. А вот такие же креативы делать, как эти люди. А вот все слишком разные направления, да? Да-да-да, но это, мне кажется, про создание каких-то новых коннекшенов неочевидных. Ну, то есть, в общем-то, про это креативность же она и есть, про то, что ты... Я не знаю, как это, в общем-то, с точки зрения нейрофизиологии, насколько это действительно коррелируется там с новыми нейронными связями, но ты действительно сильно выходишь из своей зоны комфорта, видишь очень много всего нового, и это действительно заставляет твой мозг работать по-другому. Ты смотришь на многие вещи, ну, я, по крайней мере, пытаюсь, во всех каких-то вещах я аллоцирую это на разные сферы. Ну, то есть, там, условно, мне очень понравился тезис о том, что вот эти монахи, наши наставники были, они вроде как и строгие, то есть дисциплина – это превыше всего. И там был такой момент, что, ну, как бы, вот вы выходите в пять, ваше занятие должно начаться, уже начаться. Это значит, что в 4.50 вы уже все, в принципе, ждете на низком старте. И мне кажется, что вот какие-то такие моменты, ты можешь их абсолютно спокойно, неважно, что это кунг-фу, не кунг-фу, ты это берешь, и потом переносишь уже в свою жизнь, и можешь уже это передавать тоже другим людям и, там, своим коллегам. Ты можешь это интегрировать в свое какое-то видение структуры компании. Я, когда поехала в серфлагерь, я потом, мне кажется, еще очень долго болела идеей того, что серфинг – это ты должен поймать баланс, но как бы ты должен расслабиться, но не настолько, чтобы упасть. Ты должен быть сконцентрирован, но не настолько, чтобы быть в зажиме. И это же, ну, действительно прикольно в плане того, что это не только отношение к физически, как к спорту, но это, в принципе, надо ко многим процессам относиться похожим. Ты должен быть собран и сконцентрирован, но не расхлябан. Ты должен быть как бы такой в бодром состоянии. Вот, мне кажется, это прикольно делать такие интересные коннекшены между совершенно вроде как разными занятиями, но это все равно все влияет. Вот поэтому, мне кажется, Джобс тоже куда-то там есть. И многие люди, мне кажется, мы видим тренд у С-левела заниматься там триатлонами, с сумасшедшими какими-то забегами, потому что через телесность, через какие-то разные какие-то активности действительно приходит какой-то и баланс с самим собой, и в том числе какие-то идеи, которые ты можешь экстраполировать в том числе на свой бизнес. Полностью понимаю, о чем ты. Это о том, что через вот эти вот испытания ты это потом переносишь на свою реальную жизнь, да, и там, условно, становишься более терпеливым, например, да, и наоборот, там, короче, какие-то свои внутренние штыки развиваешь. Так что, получается, слушатели, да, кто нас смотрят, в следующий раз лучше не ехать не в Турцию, а за тот же бюджет можно реально поселиться в Шаолинском монастыре и позаниматься кунг-фу. Ну, и как будто бы это будет, знаешь, мне, я придерживаюсь такого мнения, что важно именно вписываться в такие движухи, память о которых у тебя не сотрется, знаешь, там, с годами. То есть вот какие-то маленькие даже если моменты, но ты про них будешь вспоминать там бесконечно долго, и вот за это как бы не жалко потратить деньги. Вот как будто это как раз тот самый момент, да, который ты всегда будешь вспоминать там своим там внучкам, внукам будешь рассказывать, а твоя папа-то в Шаолинском монастыре жила. Да, ну, я здесь с тобой полностью согласна, и мне кажется, что просто это не моя, мысль, но она мне очень понравилась, что путешествия, они продлевают нам жизнь. Ну, то есть почему нам кажется с возрастом, что дни бегут очень быстро, потому что мы делаем одни и те же самые повторяющие действия. Ну, то есть как бы для нас уже рутина нашего дня, она одна и та же, поэтому она нашего мозга достаточно быстро съедается. Когда мы заполняем наши поездки, ну, или в принципе нашу жизнь какими-то новыми впечатлениями, то есть очень неординарными какими-то действиями, это воспринимается как вот целая жизнь, как целое приключение какое-то. И таким образом, в какой-то степени вот такие экспириенсы, они как бы продлевают твое психологическое восприятие времени. Мне кажется, это очень круто. Вот, поэтому мне кажется, что если мы хотим делать свою жизнь долгой и насыщенной, то это не обязательно должен быть шоу-линь, но это может быть что-то каждый раз разное. Не знаю, мне кажется, что даже поход, не знаю, на керамику, батуты, скалолазы, не столько много вещей можно придумать даже рядом с собой для того, чтобы сделать свой день неожиданно наполненным чем-то радикально новым. Супер, супер завершение, я считаю. У нас есть стандартный вопрос про несколько советов о начинающем, но я предлагаю его даже отменить, потому что вот этот вывод, мне кажется, он как раз такой обобщающий наш разговор. Очень хорошее завершение. Согласна. Такое очень жизнеутверждающее у нас концовка. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое за разговор. Было, мне кажется, очень полезно и с точки зрения геймдэла, и с точки зрения жизни. Поэтому, ребят, если у вас еще какие-то вопросы остались, пишите в комментариях, поотвечаем, скину ссылочку. Тебе, Катя, если будет время, тоже, чтобы ты зашла, поотвечала ребятам по рекламе, спрашивайте. По жизни, да, по сёрткэмпам, по шаолински. Вот это всем историям. Спасибо. Спасибо большое. Все. С вами был Гришаков. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok